здравствуйте сегодня хочу предложить смастерить вазу для плетеного цветка подумала что для плетеного цветка плетенная ваза будет слишком много плетения поэтому была цель придумать какую-то вазу но без плетения вот и первая мысль это вот спиралька подняла ее вторую попробовала потом из колец попробовала и потом возникла мысль попробовать сделать вот кольца и производные от кольца с небольшим смещением идея мне понравилась поэтому хочу сегодня поделиться ею с вами для того чтобы определиться какая именно форма основания нашей вазы будет обошла весь дом нашла пробовала разные материалы и остановилась вот на вот этих вот двух вариантах они мне больше всего понравились в принципе это принцип это изготовление этой вазы один и тот же отличие совсем небольшой я хочу о нем рассказать и так нашла такое овальное основание это коробочка стаканчик который шел в комплекте с утюгом это может быть баночка от шампуни то есть все что угодно решила сделать такое овальное основание вот и большую трубочку взяла остатки вот у меня остатки не использованные когда-то от плетения старые давно лежат как раз пустили их в дело почему длинную трубочку потому что ну чтобы хотя бы несколько слоев было скрутки то есть что мы делаем обнимаем нашу форму смазываем трубочку пва клеим так и плотно наматываем в этот раз я трубочки не увлажняла но хорошо их протянула между пальцами хорошо смягчила чтобы не было у нас заломов вот так хорошо кончик хорошо приклеиваем прихватываем перещепочкой даем время немножечко высохнуть вот у меня уже готовые треугольнички лежат которые я крутила но эту резинку когда-то у меня уже была в работе резинкой треугольнички когда делали доску для записок если помните еще нашла вот такую коробочку для кнопочек из нее получили вот эту вазу когда обматывала трубочками вот эту коробку вот детали то есть в основу мы можем взять овал прямоугольник треугольник и дальше все зависит от того как мы эти детали скрепим сначала о том как получилась вот такая ваза чтобы она была ровной я взяла для ориентира трубу из-под фольги и одеваем кольца таким образом на эту фольгу чтобы на это на эту трубу чтобы она была в центре чтобы труба оказалась центре шприц набрала клей дракон у нас это дракон клей полимерный универсальный предназначен для склеивания изделий из полистирола пенопласта пластика дерево удобно пользоваться им тогда когда он когда мы его набрали в шприц в местах склейки методом примеривания мы уже знаем где будут эти места склейки наносим клей в эти места следующую снова наносим и одеваем следующий слой смотрим чтобы ровненько было вот вот и весь принцип то есть вертикально горизонтально вертикально горизонтально для того чтобы внутри было ровно у нас есть ориентир ну а дальше уже вправо влево стараемся не съезжать тут уже доверяем глазомеру своему и так у нас получится ваза вот такого типа чтобы получить вазу со смещением тут немножко по-другому я с вашего разрешения разберу конструкцию пока она еще не высохла и покажу как я делала со смещением мы делаем насаживаем кольца не под градусом 90 а под градусом 45 под 45 градусов вот к себе поворачиваю первое идет горизонтально ко мне потом на 45 градусов следующий слой на 90 по отношению к первому по отношению ко второму на 45 то есть каждый раз подклеиваем и смещаем на 45 градусов центр у нас зафиксирован так вот так просто не забывать подклеивать и насаживаем кольца нанизываем на трубу подклеиваем в местах соединения и у нас получается вот такая вот крученная спираль ко мне на интересном показалось тем что посмотрите в нее можно сделать более интересную композицию то есть не только вовнутрь в вазу мы цветы можем вставлять давайте попробую ее разобрать не закрепляла так вот посмотрите что получается то есть она такая я чистая получилось можно цветочки вставлять здесь большие если сделать меньше чуть-чуть хотя и так вот тоже входят видите можно сюда можно вот тут тут как-то примастить если это небольшие то есть она дает больше нам простора для оформления букета можно листочки дополнительно посадить вот в эти ячейки чего не скажешь о обычных вазах которые получаются просто методом скрутки то у нас там одно отверстие вверху и все то здесь простор для творчества мне эта идея понравилась почему-то мне показалось что будет еще интересно если вот эту трубу обнимать не по мне по центру нашего овала а вот скажем вот так до чтобы с одной стороны только вплотную прилегал овал а дальше уже одна те же самые 45 градусов каждый раз поворачивать и вот мне почему-то казалось что так будет еще более интересно более просматриваться спираль как бы эксперимент провела но честно говоря на этом изделии я бы не остановилась мне не понравился такой уж слишком широкий размах ну как бы интересная идея но более аккуратно на мой взгляд опять же смотрятся вот такие вазочки там где центр находится в середине нашего например а в нашей овальной заготовки как на мой взгляд более аккуратно и точно так же мы можем поработать и с треугольником как видите вот еще один момент чтобы ваза была устойчивым и не боялись о том что будет более тяжелый букет и она свалится то вот укрепила я ее вот такими вот небольшими блинчиками тоже приклеила просто драконом потом уже в конце вот здесь взяла просто 4 вернее еще две заготовочки по бокам приклеил тут уже дальше как вы сами решите для себя вот здесь еще я не укрепила нижнюю часть а здесь я просто взяла их уже еще один блинчик приклеила чтобы цветы не проваливались то есть дальше уже дорабатываем идею вот что касается треугольника то страшно брать руки его еще не склеила просто начала выкладывать начала только выкладывать саму вазочку здесь я взяла поменьше трубочку нашла из-под факсовой бумаги по моему и вот так вот в основании треугольник еще не скреплена просто как идею показываю вот а дальше треугольнички заготовочки мне наверное серебряный будет выкладываю здесь просто со смещением углы нам подсказывают как выкладывать чтобы получилось но единственное что мы смотрим подравниваем и стараемся чтобы ровными у нас выходили ребра да вот который у нас получается благодаря углам вот предлагаю такую идейку по созданию вас для плетеных цветов желаю вам фантазии творчество красивых букетов и довольных тех кому вы подарите эти букеты всего вам хорошего у нас вот а вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok